а вы чё это тут на втором этаже что вы тут делаете всем приветики 11 марта у нас сегодня спускайтесь ай да завтракать так вот еще раз всем приветики подмела коробку швинака сегодня у нас 11 марта и сегодня хочется вам не хочется будем разговаривать течение дня про политику хотя мне пишут лена что это вы ударились политику это не ваше в этом ни хрена не соображаете это не надо там ничего соображать когда очевидные вещи их видно просто на лицо если в украине там других городах на западе не знаю где еще что там вещают то у нас в россии говорят сначала то что говорят допустим какое-то событие освещают затем показывают как это освещают в той же украине или в той же америке то есть два разных мнения на одно и то же событие я смотрю это и другое я смотрю факты я смотрю как разоблачают фейки это какой-то кошмар там столько денег брошено западом на то чтобы против россии делать вот эти вот фейки но они так очевидно все разоблачаются это что-то с чем-то поэтому сегодня буду в течение дня говорить ну как по времени не знаю как на работе что я найду что почитаю просто решила донести информацию для тех кто этого не видит потому что мои постоянные подписчики которые живут я не знаю где но я так понимаю это точно не россия но они не пишут свое местожительство но потому как они пишут что они видят события из своих сми я понимаю что они живут где-то там где до них доносится информация так как нравится допустим тем же америкосом поэтому я хочу немного донести не донести получится не получится потому что вот эти вот которые на любое на любое что даже их президент тут такой-то секой там кто-то ну в комментариях пишет что там вам не повезло с президентом или еще что-то никаких аргументов никакой аргументации наш президент лучше слава украине и хоть ты им тресни даже на те видео которые вот про детей были в донбассе то ли еще что-то я говорю слава украине ну о чем это говорит о том либо люди неадекватные либо я не понимаю почему даже ладно хорошо пишите свои аргументы зачем мне ваше слава украины я же не пишу не ору вам слова россии я просто аргументирую то что происходит на самом деле даже вот эти вот ваш путин сидит в бункере наш зеленский с народом где он с народом уже официально доказано с помощью обычных программ промо я уже заговариваюсь по монтажу которыми я пользуюсь допустим картинка с видео показывали по телевизору и в интернете как это все очень легко определить когда два кадра от накладывается один на другой то есть сначала снимается человек на каком-то фоне потом это все дела фон убирается прикладывается другой фон и как это все определяется при помощи программы допустим закидывается этот кусок видео в программу по монтажу и потом есть такое колесико там крутишь колесико и меняется цвет желтый синий красный то есть всю картинку можно даже вот когда кто редактирует в редакторе свои фотографии он тоже может это сделать то со своей фотографии кто-то делал тут поймет о чем я говорю даже если вы не блогер вот и потом это колесико крутишь и допустим вся картинка станет зеленая но в зеленых оттенках или желтых или в красных но когда крутишь видео там где находится зеленский морда лица его и тело становится допустим красным желтым или зеленым а фон сзади него фон он сзади него становится не становится вернее никаким он как был так и есть то есть картинка должна менять цвет полностью если человек снимается на каком-то фоне а если два видео наложено одно на другое то естественно одно видео меняет свой цвет дуа тришка скажи яшка скажи чуть не не понимают они чуть понимают их обманывают они не понимают вот одно видео то есть сам зеленский меняет цвет картинка за него ничего не меняется даже там видно визуально что он головой двигается двигает головой по отношению к той картинке картинка ничего не делает не двигается и даже там не и людей не движение ничего нет он там реально что это все ну как бы смонтажировано смонтаж потом еще показывали очередь за гуманитарной помощью очередная как же они они обрезали они обрезали зато вот очередь и не показали по бокам что это гуманитарная помощь и по моему выставили это как это очередь из беженцев типа очередь стоит наши русские не упускают такое вот вырезали только серединку кусочек этой очереди а то что происходило по бокам оставили за экраном и подписали нам какую-то фигню тоже вот по поводу взрыва в роддоме это я отдельно потом покажу просто хочу доказать людям что это доказано уже я хочу доказать что это доказано что это фейк там даже девка блогерся была которая бьюти блогер на двух фотографиях в разных одежках в разном макияже вот ну чтобы подставить наших они там все это спланировали все это срежиссировали но это все я покажу потом наглядно так что вот так вот то что хотела с утра побыленькому сказать буду собираться на работу будем сегодня разговаривать про это да хотите вы не хотите политики не политик тут не обязательно опять же говорю быть политиком все это настолько очевидно порой но для всех доносят разную информацию к счастью мы видим пути нас считают там пещерными людьми которые допустим да вы не понимаете что можно там это все сделаете на бумаге там поделать печать и все подделать да вы что же вы говорите мы не понимаем все прекрасно понимаем если мы не понимаем значит получается что правда то наши же изъяли документы что украина готовилась к войне вот буквально буквально вот перед тем как путин свои войска запустил и и не помню там какого дня должно было все происходить то есть наши изъяли сейчас изымаются архивы изъяли документы что украина сама готовилась войне она хотела наступать первое наступать на донбасс наступать на лнр днр ну естественно б россия вступилась поэтому тут все как бы однозначно во вторых все вот эти документы про химическое оружие про все остальное то получается мы тоже подделали да запад час отнекивается руками ногами отбрыгивается кстати уже все завыли по поводу цен на бензин до санкции санкции эти санкции так бабахнули по ним что они за головы хватаются местных жителей там типа ну потерпите надо же россию поставить на место кто будет терпеть да им пофиг на эту россию нужно чтобы у них горючее было у них там ценность зашкаливает там что-то инфляция такая за 40 лет первый раз ну типа не было я по цифрам точно уже не вспомнил там такие сейчас проблемы у них возникают так что не надо хихикать и смеяться сути по ура на россию там санкции наложили да пофиг святое место пусто не бывает не ушли другие придут я в этот макдональдс там еще какие-то по закрывали зары мары икея икея ну казаться заказывал один раз этот тумбочку какую-то ну пофиг на них ну закрыли закрыли чё отечественных производителей мало у нас в городе много кто делает мебель сам и можно у них заказать господи какая проблема закрыли одно открою другое вот единственно что жалко людей что потеряли рабочие места ничего страшного сейчас надо по-быренькому искать пока работу сейчас этот толчок к развитию новых рабочих мест все будет хорошо все наладится мне тут пишет елена вы за войну и так далее елена не за войну ну елена за справедливость многие каналы просто расплываются там в улыбках вот и ты 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 такая хорошая чтобы от них никто не отписался никто не ушел а я не собираюсь заниматься жополизательством если у меня есть какое-то мнение я буду его высказывать нравится она вам не нравится так что вот так вот а то вот я смотрю там столько каналов и никто не обсуждает эту тему то потому что боятся я знаю что вот мне скидывает уже мои подписчики видео там по выставляли каждый там свое мнение там про войну про то про все как поговорили потом один скрыл видео другой скрыл видео 3 да потому что в комментариях задалбывают просто задалбывают своим негативом поэтому люди чтобы не читать этот негатив просто скрывает видео вот а я вместо того чтобы скрывать видео скрывая тех людей которые пишут для негатив по степень вот если будете писать гадости пойдете в бану то есть не хочу вас не видеть не слышать на моем канале так что такие дела будем общаться будем говорить то что думает я не это будет правильно война скоро закончится я очень в это надеюсь конечно будет сложно подниматься экономику и у нас будут всякие проблемы в украине везде будем помогать друг другу насколько это возможно так что такие дела вот сколько много с утра наговорила вот одна буду собираться на работу встретимся попозже и вот последняя новость просто зашла вам скажу пока не забыла фейсбук инстаграм временно разрешат призывать к насилию в отношении путина российская армии и россиян это кошмар какой-то люди сходят с ума при кошмар по данным издания новые правила получили модераторы социальных сетей им разрешили не банить пользователей за призывы к насилию против русских и российских солдат в контексте событий в украине обычно это все приводило к блокировке и даже разрешат желать смерти это обалдеть это да это толерантность вот это да я на работе завариваю себе вкусный кофе и который мне дарила наташа и который мне подарила лорик так это выглядит это заварной кофе туда еще добавила специю тоже которую подарила мне лорик так телефон не дает ничего сказать доброе утро да и все пришли сейчас чернышова там зале директор интересовался все ли пришли так вот вот так вот он заваривается заливается туда кипяток во внутрь и получается вкусный кофе йог было 180 утром на сколько и так и не прошла голова до думала не болела а сейчас а сейчас болит а 170 но не намного упала поэтому на голова больше давление можно уже быстро не падает давление да я уж получится но вы не спешите ничего больше пить что что нельзя резко разбивать и говорят да да потихоньку надо потихоньку он не спешит так давайте работать чье сало положил и молчишь готово оно есть у нас вену блогу жена еще есть игру вкусная если я дома то войне написала на сколько там той оболочки на колбасу надо а цены растут как будто там сколько сколько какой готова где искусственно повысок цены какие там сейчас потом все это успокоится с дури позава забава бизнес в этом макдональдсе в жизни не было ни одного раза я не будет не макдональдса будет что-нибудь другое слабо какой-нибудь а нет девчонка раз заезжали сосиски мы на машине сосиска добрали этот как попить и йогурт ну чё такое на машине заехали это я не стала как один пользоваться это она мне показала что такое что такое чем похоже я с меня на ежа не разрушить никого что такое что-то было бомберами лена они искусственнее но естественно что-то накачено как-то хренью все да все у вас давайте кофе стынет у меня кофе я ж видите какую завариваю уже остыл у меня заварной кофе ничего не знаю у меня кофе пауза что положил да я поняла готова красивые обалденно красивые я на работе работаю и слушаю военного обозревателя это то о чем я говорила с утра между тем байден заявил что рекордная за все 40 лет последняя инфляция шаг вызвана санкциями против россии событий на украине я хотел бы только напомнить что вопрос не в санкциях вопрос той политики которые проводятся и не на и штаты наверное это является причиной инфляции местные жители американцы публикуют фотографии с различных азвес цена за галлон бензин это 375 литра уже составляет 5 долларов 89 центов хотя еще недавно она была 4 доллара традиционно бензин в штатах был дешевый и это еще не прекратились поставки и не начало действовать де-факто эмбарго потому что постепенно еще танкеры с нефти нефтепродуктами дизельным топливом из россии поступает в шафт ближайшие дни это прекратится и американцы будут сталкиваться с большим количеством проблем другим новостям цитата украина с пониманием примет капитуляции россии об этом сообщил министр обороны украины резников давайте я так понимаю кто первый в доме схватил белый халат тот и главврач макрон между тем сообщил что не считает возможным принятие украины въезду урегулирования конфликта на украине разрушена еще одна мечта киевского режима а вот фото в одной из школ херсона очередная база боевиков причем в основном это именно нацбатальон и тероборона ну и те высушники которых разорвленные воинские части они вынуждены находить новое пристанище в основном в школах детских садах они подходят потому что занятий нет детей нет да зато при уничтожении очередного объекта можно говорить о том что русские нанесли удар по школе или детскому садику очень мне нравится фото из поселка аннатоль освобожденного недавно корпусами республик собачка в общем-то молодец джевелин лежит тоже может быть фото и постановочная ножку больно красноречивая а тем временем немцы получили новые платежки за газ подчеркиваю только за газ цена увеличилась с 85 до 400 евро в месяц причем за прошлый год нужно доплатить 700 евро даже для немцев это очень большие деньги в россии продолжается импортозамещение никто не говорит что будет легко но тем не менее отдать точно никто не будет интересное заявление говорящие из белого дома рассчитывает что санкции изменят курс руководства россии и остановят конфликт на украине но пока не знают когда это произойдет я могу сказать когда это произойдет когда будет подписан октопе безоговорочной капитуляции ну и снова про новость которую я сегодня в инстаграме про инстаграм прочитала пользователя фейсбука и инстаграма в некоторых странах призывать к насилию в контексте действий на украине этот цитата из рейтерс далее изменение политики в компании фейсбук затронет несколько стран это россия латвия литва и эстония польша словакия венгрия румыния и украина мы временно сделали поправку на формы политического самовыражения которые обычно нарушают наши правила например агрессивные высказывания такие как смерть русским оккупантам мы по-прежнему не допустим правдоподобных призыва к насилию в отношению гражданских заявил представитель метра еще разрешат публикации призывающие к смерти путина или лукашенко но без указания местоположения или метода также это позволит восхвалять батальон азов что обычно запрещено подчеркиваю это западные источники поэтому не говорят батальон азов они полк специального назначения национальной гвардии мвд украины и еще одна новость о биолабораториях сотрудники биолаборатории на украине получали от 20 до 40 долларов в сутки если судить по опубликованным документам за работу платила агентство по сокращению военной угрозы дтр и одно из подразделений министерства обороны ша ведомость относится к проекту подказанным названием уп-8 в рамках этого проекта изучали он на крымскую геморрагическую лихорадку и хантавирусы как минимум восьми биолабораториях на украине и бинго вишенка на тортике можно говорить что это были фальшивые документы сделанные министерством обороны россии но газдепартамент ша сообщил что ша участвовали в био в работе биолабораторий на украине но лишь в качестве и эпизодической помощи в обеспечении безопасности на этом все новости на этот час всего доброго уже сша признали что это биолаборатории существовали вот так вот вам фейки называется